приветствую вас давайте попробуем ответить вам на вопрос на ваш разобраться в нем первое что я вам хотел бы сказать ольга это то что вы свой вопрос не не дописали и соответственно очень мало информации о вас ну и кроме того вообще непонятно на что вы хотите получить ответ на какой именно аспект поэтому если вы хотите получить помощь а помощь я уверен хотите вы получить хотите потому что свой вопрос вы задаете вип так что я думаю что возможность этого терять не стоит допишите в дополнение остальную часть текста вот либо соответственно кому-то из экспертов ответ которого вам понравится допишите дополнение своему тексту пока я буду исходить из того что вы написали да и соответственно буду анализировать то что вы написали здравствуйте пишите вы я не знаю как поступить правильно если вы не знаете как поступить правильно то здесь нужно сразу сказать что вы не уверены в себе то есть есть определенная неуверенность в себе у вас которая ну вероятно мешает вам принимать решение а второе это то что вы определённо немножечко подавляете свои какие-то желания свои какие-то может быть потребности то есть не позволяете себе того что вам хотелось бы то есть привыкли себя подавлять либо наоборот вы очень порывистый человек импульсивный вот который сомневается в том насколько его решения будут правильными но лично мне кажется что все таки вы именно подавляющий себя человек а вот что-то мне подсказывает именно это вот потому что вы хотите поступить правильно хотите поступить верно и не понимаете такого очень важного момента что он поступить правильно не получится то есть какое бы решение вы не приняли как бы вы не решили вы поступать все равно будет неправильно Все равно будет не до конца верно, и все равно решение будет не идеально. Вопрос в том, какое решение повлечет за собой больше негативных последствий. И вопрос в том, как вы эти негативные последствия интерпретируете, исходя из каких критериев вы определяете то, насколько эти последствия для вас вредны. То есть, если, например, грубо говоря, если последствия, которые, ну вот, которых вы опасаетесь, может быть, да, и так далее, касаются только вашей мамы и сестры, допустим, то в таком случае эти последствия вас напрямую не затрагивают. И, соответственно, если они вас напрямую не затрагивают, то можно говорить о том, что эти последствия для вас не вредны, а опасаетесь вы, только реакции твоей мамы, например, ну или сестры, или чего-то связанного с их реакцией мамы или сестры. Дальше. Вам 40 лет. Не очень понятно, почему в 40 лет вы живете вместе с мамой и сестрой. То есть, это вопрос уже вашей самостоятельности, это вопрос уже вашей самореализованности, это вопрос самоактуализации личности, это вопрос, относящийся к успешности выполнения роли своей, как женщины. То есть, ну, понимаете ли вы, какая вы женщина, знаете ли вы, чем вы привлекательны как женщина, знаете ли вы, чем вы можете сделать счастливым мужчину, мужчину, какого мужчину вы можете сделать счастливым, насколько роль сестры и матери контоминирует вашу роль как женщины, как сотрудника, ну, ну, как сотрудника какой-то деятельности, да, ну вот, потому что то, что вы в 40 лет живете с мамой и сестрой, это, ну, не есть хорошо именно для вас. И вполне вероятно, что проблему, если говорить о непосредственном корректировании своего поведения, своей жизни, то проблему нужно решать именно начиная с сепарации от мамы и сестры и хотя бы временного проживания наедине с собой. То есть, чтобы вы поджимствовали себя самостоятельно, самостоятельно, свободно и так далее. А если у вас за плечами есть отношения, если вы в этих отношениях были, если вы жили уже отдельно от своей мамы и сестры, и у вас просто нет своей жилплощади, но отношения при этом расстались, то, соответственно, в этом случае я полагаю, что имеет смысл разобраться с тем, почему ваши отношения расстадались или расстались, дабы не совершить этих ошибок при построении новых отношений, например, вот с этим мужчиной, который настаивает на свадьбе, да? Ну и, соответственно, может быть, имеют место быть какие-то травмы, которые также стимулируют вас на определенное поведение, возможно, не всегда в соответствующей реальности. Далее, я уже пять лет общаюсь с мужчиной из другой страны, и он настаивает на свадьбе. Ну, непонятно, исходя из того, что вы написали, встречались ли вы с этим мужчиной или нет. То есть, если вы только пять лет общаетесь с мужчиной, он настаивает на свадьбе, то свадьба в любом случае играть не стоит. И выходить замуж за мужчину этого тоже не стоит, потому что, ну, вы его не знаете, потому что, ну, он вам не знаком, потому что, ну, а мало ли что. Потому что, ну, а вдруг вы не сможете, например, с этим человеком быть в отношениях, а вдруг он вам не подходит. И как бы совершенно элементарно то, что вам его нужно сперва узнать. Далее. Далее желательно бы выяснить, конечно, субъективную сторону того, почему вы пять лет общаетесь с мужчиной из другой стороны, и до сих пор у вас с ним, ну, ничего не получилось. То есть, за пять лет мужчина к вам не приехал, за пять лет вы с ним не встречались, за пять лет вы не жили вместе и так далее. И так далее. Пять лет – это срок большой. И здесь, соответственно, нам нужно говорить именно о субъективной стороне того, что заставляет вас пять лет находиться в отношениях с этим мужчиной. Кроме того, вы не говорите, что вы любите его, и если это отношения чисто виртуальные, то, соответственно, нечто заставило вас в эти отношения вступить в виртуальные. И здесь нужно разбираться с тем, что именно, почему заставило вас в эти отношения виртуальные вступить. Как бы это, люди вступают в виртуальные отношения, далеко не от хорошей жизни. И виртуальные отношения это часто очень образные, идеализированные отношения, когда люди, которым образуется привязанность, симпатия, страсть, влюбленность, эти люди идеализируются и характеризуются только теми образами, которые есть у самого человека. Это обязательно учитывать при формировании своей позиции по любому вопросу в этой ситуации, дабы не совершить ошибку. Далее, я живу с мамой и сестрой, она живет сестра, в разводе у сестры двое детей. если я так понимаю. Смотрите, значит, у вас есть сестра, непонятно, какая сестра, младшая или старшая, но в любом случае она в разводе. то есть у нее есть некий деструктивный сценарий проведения, который привел ее к разводу. Исходя из того, что вы написали, можно предположить, что вы должны сидеть с детьми или как-то помогать сестре взаимодействовать с детьми. Ну, то есть, например, если работать для них не альки, отводить их, что-то такое, и, соответственно, у вас чувство вины может быть на этой почве, что вот, вы должны уехать, а у сестры двое детей. И, соответственно, сестра на вас обижается, мама тоже занимает позицию сестры, как бы. И вы разрываетесь между тем, что вам нужно быстрее маме помогать, да, и своим личным счастьем, которое может как бы ускользнуть. Соответственно, я пока не буду развивать эту тему дальше, потому что, ну, непонятно, прав я или не прав здесь, может быть, там у вас вообще-то совсем другая история. Но, однозначно, хочу сказать так, если сестра развилась, значит, мама формирует негативный сценарий. И этот сценарий, скорее всего, есть и у вас, который нужно подкорректировать. Сценарий, это целокупность установок, взглядов, убеждений касательно жизни, касательно себя, касательно окружающих людей, касательно деятельности, работы и так далее, которые могут оказывать негативное влияние на ваше выстраивание отношений с мужчинами. Значит, если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, то с этого нужно начать в любом случае. Вот, в любом случае, даже если проблема совсем не в этом. Если вы руководствуетесь чувством вины, то есть, если вы разрываетесь между чувством вины, то здесь нужно в первую очередь понять, что вина это своего рода действие суперэго. Вина это суперэго. И как бы обвинитель вас это мама и сестра. и мама и сестра в любом случае, опять же, преследуют только свои цели. Им неинтересны ваши цели. Они преследуют только свои. Если они хотят для вас счастья, если они любят вас, то вам нужно перефразировать их посыл, то есть, вот, тот посыл, который звучит у вас в сознании, когда вы чувствуете вину на тот посыл, который вы чувствуете, который вы слышите. Его необходимо перефразировать в приемлемую для вас форму и, соответственно, использовать его, потому что и родители, и, может быть, сестра понимают ваши счастья по-своему. Если мама и сестра руководствуются не вашим счастьем, а своим, своими интересами, то вам нужно сперва обеспечить полностью себя и потом уже помогать им, потому что помогая другим, пребывая в неудовлетворенности, вы находите состояние жертвования, то есть, вы приносите жертву своим родным и неминуемо ждете от них воздаяния. Воздаяние не приходит, потому что люди считают, что то, что вы для них делаете, это само собой разумеющееся и в итоге недовлетворенность растет. И вы рискуете в касте невроз. Если в принципе если уже сейчас в нем не находитесь. Ну, я не уверен, я не знаю, вот, находитесь вы в неврозе или нет. Но я думаю, что пять лет общения с мужчиной в интернете это в любом случае проявление некоего застревания на определенном уровне на определенном этапе развития отношений, а застревание это в принципе одна из характеристик невроза. Вот. Вот так я думаю можно ответить вам на ваши вопросы, исходя из того, что вы написали. Значит, надеюсь, что был вам полезен мой ответ на столько, на сколько много информации вы предоставили. Вот. Если информации будет больше, то, соответственно, можно будет дополнить ответ, да, отдать уже какие-то более детальные рекомендации. Вот. Но для этого вам нужно дополнить. Дополнить и известить меня в личку о том же, что вы это сделали, потому что по-другому о дополнениях никак не узнать. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. .